вот необычные места то есть тут у нас идет везде ровная местность и прям на откосе три бугра вот таких да и вот там еще два таких же то есть прям ровная дорога на откосах выросли деревья вековые и то есть вот они по ним даже дорожка проходит не знаю кто прям даже представить не могу копал здесь вот яму вот где димка тоже колод но ничего не нашли наверное еноты вверх ровный такой да но конструкция не совсем идеальная то есть как то вот так вот изгибом идет и вот они прям в ряд смотрите то есть раз два три 4 и маленький 5 собственно очень интересное местечко не буду показывать где очень романтичном месте находится то есть тут вот река откос на котором селились люди и знаете какой нюанс это прям для арен тв вот там проходит дорога автомобильная асфальтовая каждые 100 метров стоят памятники что это за место такое я не знаю то есть прям каждые 100 метров гибли люди и постоянно прибавляется то есть венки венки то есть но всегда говорят что вот какие-то вот эти вот городище старые захоронения они как-то вот влияют на патогенную зону ну что ж может быть вот этот явно уже разрытый по ходу объект то есть вот у него по кругу идет как яма там вот тоже видно что копали но это по ходу еще советские годы возможно военные до военные то есть разрыты не знаю я вот нас очень сложно сказать по почве копали здесь не копали когда меняется почву но вот вверх по течению реки то есть там были на и было найдено несколько стоянок древних людей соответственно это курганы захоронения их найдено довольно много около 60 штук он видите бутылка валяется из древнего погребения точно по-любому вот нужно там обмыть же надо да все это дело вот еще какой-то но это вот как землянки старый тут же полигоны всякие были то есть не знаю как бы вход прорыт до квадратного типа такое крепление блин как все сложно вот нашли личинку я не знаю июньского майского жука там то есть довольно много такого сейчас вылазит съедобная вот только не едим до черную головку вот здесь вот обрыв огромный там он конечно все загажено и по срезу земли то есть видно культурные слои вообще я ищу какой-то вообще присутствие человека но помимо мусора гвоздей стекла там то есть я ищу именно вот историческое что-то но пока вот песок суглинок интересные места я проверяю пинпойнтером то есть прям так по поверхности вожу но понятно что это чисто так для интереса дмитрий александрович тоже проверяет тут все ищет дмитрий александрович занимается археологии и тут же нашли патрон от мелкашки пробитый дату не установить старинный какой-то такой уже латунный вот то есть на просто решили костровище проверить такое вот белое ну что ж ищем дальше вот обследуем еще обязательно там пожарные рвы вот такие вот промоины которые вода вот оставляет смывает а там диод мы копали еще димка нашел патрон от автомат калашникова такой ржавый зажатый там костровище было да какая на радуга блин близко так еще вон там посмотрим такой элементами джиппинга тут уже вот выход к реке мы здесь уже были карты я сегодня закрою этого района джиппинг такой мы папа нас немножко потряхивает деревья на пути обрезали вот собственно так и происходит поиски наблюдение вот мы с машины делаем в интересных местах останавливаемся мой помощник в этом деле будущий археолог дмитрий александрович вот тут вот сидит со мной свежий воздух дышит и опа опа мы едем дальше вдоль всего берега наверху у нас старый пионер лагеря тропинки вот конечно советские застройки конечно загадили все здесь мелким мусором и тем более это еще излюбленное место для отдыха наших горожан тут очень близко город вот здесь я просто еще одно интересное тоже место на берегу реки тоже квад немного такой квадратообразный холм прямо на берегу реки и к нему конечно вот гравий идет вот 3 минуты перекус он готов так мы набрали траву одуванчик сухой и у нас есть вот такая линза ферреля лупа да если ее сфокусировать то не знаю будет видно вам или нет идет очень мощный дым как дымит попробуем сейчас мы добыли первые угли ну-ка держите одуванчик скорее дим держи ты что-то боишься небось эти на пальцем одуванчик вообще горит бомба прям и при ярком солнце в мае мы можем уже развести огонь все прямо обычный тоненькой лупой придется много раздувать так чтобы само это все вспыхнуло это конечно не получится 4 летние мальчишки развели лупой костер